Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. В четвертый раз я сюда приехал, ребята, и не могу снять видео, и сегодня тоже, ну, сегодня только вступление сниму. В общем, я нахожусь в том же месте, меня спрашивали, где твоя землянка, почему ты, ай, не строишь землянку. Короче, ребят, был сезон дождей, потом нужно было копать глубокую большую яму. Копать, я вам скажу так, это очень тяжело. Это очень-очень-очень тяжело. Спасибо большое Артему, он со мной уже третий раз сюда приехал. Мы с ним выкопали яму, начал я ее с Колей копать, закончил с Артемом, и сейчас у нас проблема в том, что мы не можем найти лес. Но об этом немножко попозже, идемте я вам покажу хотя бы, что мы там накопали. Артем остался там, он готовит нам кушать. Собственно, для этого я его каждый раз и беру, но постоянно припахиваю, он то яму копает, то еще что-то. Идемте, короче, покажу сейчас. Чтобы вы понимали, ребята, яма уже выкопана, наверное, больше недели. Как? Были дожди. Я думал, что здесь, ну, должна была бы быть, по идее, землянка, но станет бассейн. Но хорошо, что здесь песок. Кстати, спасибо тому, что это песок, очень легко было копать. Но как легко копать, все равно яма, знаете, у нас где-то метр девяносто вышла. Выкидывать, особенно в конце, было уже не очень легко. Но благодаря тому, что песок было легко, и водичка вся вот так ушла вниз. Еще из-за дождей мы... Я один раз еще сам приезжал, короче так, последние четыре раза, когда я сюда приезжал, и каждый раз застревал. Застряли. Мы застряли, ура! Четвертый раз едем сюда, четвертый раз застрялись. И каждый раз приходилось тратить по пару часов для того, чтобы выкопать машину. В общем, реально, тяжелое это все видео. Не хочется рубить здесь лес. Сухостое что-то, знаете, я много не нашел. И постоянно ищем, где можно купить лес в каких-то ближайших селах, чтобы сюда можно было его привезти. Ближайшее село в пяти где-то километрах примерно отсюда находится. В общем, мы поехали в одно, второе, в третье село. В ближайших селах очень мало людей живет, там по 30, по 40, по 50. Находили там и лесников, и местных жителей. И во всех этих селах мы, ребята, ну, они все друг друга знают очень хорошо. И кто-то приезжает чужой, они все их боятся. Особенно тех, кто там с деревом как-то связан. Хотя я хочу легально купить лес, но мне не продают, короче, там. Почему-то все шуганные реально боятся. Поэтому, я не знаю, придется, может быть, даже там где-то с Житомира, либо с другого какого-то города везти сюда лес. Я не знаю, мы вот договорились в одном селе по поводу леса. Приезжаем сегодня. Туда чувак говорит, не, хлопцы, ничего не будет. Выбачьте, короче, вы не так, наверное, что-то поняли. Туда-сюда. Но мы думаем, раз мы уже сюда приехали, то мы, короче, хотя бы вот решили приготовить. Вернее, Артем приготовить. Я его вообще как повара сюда звал. Но он мне каждый раз, молодец, большой, помогает. И смотрите, что у нас сегодня на обед. Это соляночка и намазка. Намазочку мы вам потом покажем. Будет обалденнейший паштетик с грибочками и сливочным сыром. Это будет шикарно. По поводу того, что Сера говорил, что нет, ребят, мы вас неправильно поняли. Помимо этого, мы еще один раз сюда приезжали. Нам говорят, приедете через 2-3 дня. Мы с вами договоримся, будет там какой-то лес. Мы приезжаем. Ребят, нет, походу нас через буй кинули. Ну, хорошо, что мы не вносили никакую предоплату. В общем, ребят, сейчас мы покушаем. Вернемся, куда-то вернемся. Короче, где-то вообще далеко-далеко купим лес. Я не знаю, сколько придется денег заплатить, чтобы машина сюда приехала. Ну, короче, все. Для вас это пройдет пару секунд. А для нас пройдет пару дней, мы уже вернемся сюда с лесом. Новые технологии в мире смартфонов сейчас прибыльны, как никогда раньше. Вот, например, в новом iPhone 12 основной фишкой, которая выделяет среди других смартфонов iPhone 12, является его камера. Эту камеру компания Apple купила у Lynx. В разработку этой камеры вложились крупные инвесторы. Одними из них стала компания Avalon. Когда Lynx продали компании Apple эту технологию, компания Avalon получила с этой сделки достаточно внушительный процент. И с этой сделки они заработали крупную сумму. Avalon открыт для инвесторов. Каждый человек может заработать, вложив свои средства в эту финансовую успешную компанию. Инвесторы Avalon зарабатывают 1,3% к вложенным средствам каждый день. Пока не поздно, стань одним из 200 тысяч инвесторов, пройдя простую регистрацию по ссылке в описании. Avalon берет все риски на себя, чтобы ты был уверен в завтрашнем дне. Начни жить без финансовых трудностей уже сегодня. Вот, ребята, мой аккаунт на сайте компании Avalon. Смотрите, всего пополнено 45 тысяч рублей, всего выведено 10 тысяч рублей, активные депозиты 25. Вот мои доступные средства 20 тысяч рублей и активные депозиты 25. То есть 25 тысяч у меня сейчас пока что отдыхают. Но денежки должны всегда работать, поэтому давайте сейчас создадим новый депозит. Давайте 10 тысяч рублей закинем на 24 часа и остаток на 7 дней. Еще, ребята, я недавно совместно с компанией Avalon проводил конкурс. В общем, совсем-совсем скоро уже будут итоги конкурса. Кто не в курсе о конкурсе, посмотрите вот это видео, что в подсказке сейчас выскочит. Вот такие дела, ребята. Не нашли дров в Чернобыле. Пришлось в Житомире покупать и везти их в Чернобыль. Погрузка прошла успешно, правда, я думал, что это будет немножко проще. Я видел, сколько этих бревен, какие они массивные. Но представлялось, что они чуть-чуть легче, в общем. Ну что, ребята, наши дровишки уже приехали к нашему домику. Вон он домик. И едет ЗИЛ или газон прямо к земляночке нашей. Все, мы это все очень потно, ребята, грузили. Выгружается это все куда проще. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зашибись. Ну все, ребята, я уже возле землянки. Очень затянулся этот проект у меня, потому как сперва мы выкопали с Артемом яму. Вон наша яма. Ее залило дождем, были дожди. И строить землянку, в принципе, чуть-чуть нереально было. А потом, когда закончились дожди, мы, я, наверное, уже в начале это рассказывал, но я уже не помню, поэтому повторюсь, если что, извиняйте. Мы искали, где здесь купить дрова. Вот смотришь, вокруг куча дров. Но на самом деле, будешь пилять, не дай бог, кто-то поймает тебя. Хотя маловероятно, но все равно. Потом одно дерево так на шишку оденут, что, мама, не горюй. Поэтому искали в соседних селах, там, начиная уже где-то в 5 километрах есть села, искать дрова. Но нам никто не продавал, поэтому мы ничего умнее не придумали, как с Житомира, наверное, где-то за 100 с хвостиком километров, привезти просто сюда дрова. В общем, нам их машинка выгрузила. Мы их посортировали, потому что они там 3,20, 3,10, 3,30. А ширина нашей ямы где-то примерно 3,40. В общем, сейчас я не буду объяснять, как будет строиться землянка. Я сейчас выведу каркас, потом мы, так сказать, заложим первые стены. И я думаю, что вы в процессе сами поймете, как это все дело будет выглядеть. Ну что, ребята, мы приступаем, а вы уже можете ставить лайки. Я хочу, кстати, сказать большое спасибо своему, так сказать, спонсору. Это компания МТАК, они делают милитари одежду, там, тактическую одежду, просто там, для туризма даже начали уже делать. Я, собственно, полностью в их одежде с ног до головы, ну, кроме головы. Большое им спасибо за то, что спонсируют, мне дарят вещи. В общем, ссылки на всю мою одежду, все мое снаряжение, которое я получил от МТАК, будут в описании. Кому интересно, переходите, смотрите, лояльные цены, хорошее качество. Ну, а мы приступаем, ребята, к построению землянка. Пока мы тут сортировали доски, Тёма сходил за горелкой, за газом и... И за кофеечком. Кофеечек будем пить со стаканов, ничего больше не нашли в этом доме. В общем, сейчас делаем кофеек и закладываем первые камни. Граненый стакан. Напишите, ребята, в комментариях, кто знает, сколько здесь граней и почему именно такое количество. И самый крутой, оригинальный комментарий получит от меня тысячу рублей, либо там сколько это гривен, где-то 350-400 гривен получается на свой мобильный счет. Пишите, короче, комментарии, оставляйте номер телефона и в следующем видео я скажу, кто победил. Короче, ребята, закладывается первый кирпичик. Есть тяжелый кирпичик. Так, ещё одну надо такой же длины. Спускаем, ребята, по углу, для того, чтобы, ну, не завалить сейчас, короче, всю яму. Я, на самом деле, пацаны, думал, что я и сам смогу построить. Я как-то понимал, что эти бревна тяжелые будут, но не думал, что настолько. Хорошо, что вот спасибо ребятам, что помогли. Смотрите, пацаны, если бы мы правильный угол тут выбрали, мы могли бы на зопе туда съезжать, понял? Было бы классно. Бросай. Опа, давайте только яму не закопайте обратно. Мы её выкапывали, мы её закапываем. Яма, ну, не идеально ровная, это видно, но у меня уже поднимается, ребят, настроение, потому что яма выкопанная сколько? Недели две, да, Артём? Да, две с половиной недели. Две с половиной недели, как яма выкопана. И, наконец-то, мы сюда уже в пятый раз приезжаем, и что-то поменялось. Давай, меряем. Более точно, что у нас получилось. Опа-на, тут маловато. И тут маловато. Два восемьдесят, ничего себе. Давай вот так. Ну, она у нас, короче, далеко не идеальный квадрат, три десять. Короче, придётся сейчас ещё немножко расширять яму, потому что у нас самая короткая доска это три десять. А потом поймёте, короче, почему надо расширять, когда мы начнём строить. Это первый, так сказать, кирпич заложен, второй заложен. Сейчас нужно вот это полено торценуть немножечко, и вот так сюда положить, и второе так же самое. Когда у нас будет первый ряд выгнан, мы тогда будем по углам закапывать в землю вот такие вот столбы. Ну, сверху какие-то распорки сделаем. То есть у нас будет выгнан каркас, и мы за этот каркас будем закидывать брёвна, а с той стороны будем засыпать землёй, чтобы земля прижимала к вот этим брёвнам, которые вот так будут, ну, к столбам, короче, которые будут стоять. И как-то так будет получаться. Ну что, пиляем, первый пропил делаем сегодня. Ай, надо красиво ломать, чтобы кора не отдиралась. Мы просто прикинули, что это ещё пару дней, ребята, работа, если обдирать кору, и решил пока что оставить с корой. Ну, пускай так будет, может, сверху чем-то обработаю, чтобы красиво было. Ну, короче, посмотрим. Ну что, сейчас закладываем ещё один кирпичик, когда вот всё будет вот так готово, будем приступать, чтобы столбы закапывать. Когда копали, казалось, что всё ровно. На самом деле, когда сейчас начали брёвна прикладывать, понимаем, что стены все у нас чуть-чуть кривые. Решили, ребята, эту землю наверх не выбрасывать, потому что нам всё равно за брёвну нужно будет, как бы, её закладывать, поэтому смысл её сейчас вверх кидать, потом обратно вниз. Ох, смотри, идеально. Ну всё, ребята, как-то так. Я думаю, стенку ту можно ещё подрыть, чтобы всё-таки какой-то сантиметр полезной площади добавится. И вот так они будут ровно стоять, тут будут стоять такие колонны, и в них будут упираться все стены. И как-то так это всё будет дело выглядеть. Друзья, сегодняшний день подходит к концу, уже начинает понемножку темнее, сейчас ещё и дождик, наверное, пойдёт. Реально этот видос я дольше всего снимал и больше сил вкладывал, я его уже две с половиной недели снимаю, не могу доснять. И сегодняшний день вот у нас заканчивается, сейчас уезжаем. Артёма завтра со мной не будет, но он очень много на протяжении этого всего времени мне помогал, завтра не сможет приехать. У ребят, у Тёмы есть свой канал кулинарный, он каждый раз, когда мы приезжали, снимал здесь видео, как он что-то вкусное готовил. Вчера, кстати, к нам приезжал в гости сюда Саша Криасан, и Тёма его накормил теми макаронами просроченными, которые у нас там в хате лежали. Но он в курсе был. Короче, все эти видосы вы можете уже посмотреть на его канале, ссылку на его канал оставлю в описании. Кому интересно, переходите по ней, подписывайтесь. Ну, а мы, короче, завтра продолжим строительство землянки. Друзья, всем привет, наступил новый день. Смотрите, кто со мной сегодня приехал помогать мне, Артём, Азар, это, короче, наш главный инженер, потому что, ну, как-то плохо у нас всё получается, технология поменялась, Азар, короче, приехал с нами, будет контролировать всё и Денис. В общем, мы уже тут находимся не так уж мало времени. Давайте я спущусь внутрь, покажу вам, что тут происходит. Хорошо, что жопой на лопату не сел. Смотрите, мы, короче, вот так складываем брёвна и забиваем вот такие вот скобы. Вчера решили уехать, ну, на часик раньше, могли бы ещё поработать, но решили долго не работать, потому как поняли, что предыдущая наша технология, когда нужно было бы закапывать столбы, она, ну, такая себе. Мы решили вот такие скобы купить, так как их у нас не было, мы уехали раньше, сегодня приехали и вот, забили скобы. В принципе, два уровня уже построили. Процесс налажен. Сейчас просто будем, так сказать, набирать уровень стен постепенно. И, как видите, мы его тут скрепляем вот так, а сюда запихиваем понемножечку песок. Вот этот, что у нас под ногами, всё, что лишнее останется, придётся выбросить наверх. Я вам скажу так, ребята, песочек, конечно, рыхлый такой, мягкий, но выбрасывать его наверх не очень легко, потому как высота здесь, ну, около двух метров, где-то метр девяносто глубина ямы. В общем, ребята, как-то вот так мы все неровности, которые, ну, нам казались, что ровные стены, но сейчас, когда брёвна начали ложить, понятно, что неровно. В общем, сюда сейчас засыпаем вот так песочек. Ну, не рукой, конечно, а лопатой, вот так как Артём делает. Насколько возможно этот песочек будет там распирать вот эти брёвна. Сейчас, короче, все четыре вот так засыпем. И вот мы уже заготовили брёвна, будем новый ярус. Зато вот зря учился на космонавта. Теперь вот с настройки забиваю скобы. Такие вот дела. Ставьте лайк, пацаны, кто ушёл после девятого. Ставьте лайк, кто не дошёл до девятого. Ну что, добивай скобу давай, космонавта. Всё, можно в открытый космос. Всё, ребята, смотрите, третий уровень. Готов. Конечно, по мере того, как у нас уровень набирается, у нас как-то уровень земли поднимается. Лишь бы сейчас заново не пришлось землянку копать. Ну, я вам скажу так, уже примерно, ну, около половины стенки готово. Я, кстати, ожидал, что это всё как-то повыше будет, но... Ну, наверное, просто надо расчистить песок. В принципе, шо? Как я говорил, процесс налажен. Азар, шо, мы нормально работаем? Да. Точно? Достаточно тяжёлый процесс, потому что колоды тяжёлые, их всё выше и выше приходится поднимать. Потом ещё придётся эту землю выбирать. Ну, не знаю, или сегодня успеем. Что-то, Артём, устал? Да, я устал. Не привык работать так. Да. Азар, шо, мы нормально делаем? Да. Самый главный бригадир на нашей стройке. Отпустишь нас сегодня пораньше, потому что уже темнеть начинает? Нет. Ну, просто жинка там борщу наворила, надо, чтобы ты нас отпустил раньше трошки. Короче, шо, ребят, ну, как минимум, сегодня мы должны зашить вот это всё до верху. Видите, там больше расстояния, здесь меньше, это потому что земля вот так. Но сейчас нам нужно сделать так, чтобы доски, вот эти, точнее, брёвна, они выступали выше земли. И, в принципе, на сегодня будет достаточно. В следующий раз я приду сюда, выкопаю уже всю вот эту землю и буду приступать к построению крыши. Ещё, кстати, ребят, напишите в комменты, какую лестницу сюда делать. Либо делать вот такую лестницу, знаете, чтобы просто вот вверх вылезть, типа как на вышку какую-то. Либо сделать такую лестницу, как в доме, чтобы вот так, знаете, ступеньки аж туда вниз были. Короче, пишите в комментарии. Следующий видос будет уже не про землянку, а про то, как я буду с металлоискателем искать. Завтра отправляюсь на коп. У меня уже есть свой металлоискатель, так что у меня будет время, чтобы подготовиться к следующему видосу с землянкой. Пишите, короче, обычную лестницу, такую простую сделать, или такую красивую, со ступеньками вниз. В общем, как напишите, так и будем делать. Ну, сегодня, я не знаю, мы ещё поработаем, но снимать уже, наверное, не буду, потому что сейчас реально будет темно. Короче, всё, не буду болтать, потому что время реально на вес золота сегодня. Всё, ребята, с вами был Сергей Трейсер. Вот такая вот земляночка. Спасибо всем ребятам, кто мне помогал. Спасибо большое Артёму, который со мной миллион раз ездил. Я не про Артёма, про другого, но этому тоже спасибо большое. Он со мной миллион раз ездил, и вот, наконец-то у нас что-то стало получаться, и у него сегодня не получилось. Так что ссылочка на его канал в описании. Ну, а с вами был, ребят, Сергей Трейсер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы не пропускать новые видео, жмите колокольчик. Всё, что-то я разболтался. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok